Всем привет, дорогие друзья! С вами снова Крюга ТВ, и сегодня мы рассмотрим вторую горячую новиночку, а именно FV-221. Это у нас новый легионный танк 8 уровня, увы, в обновлении были только добавлены легионные танки, но и это неплохо, все-таки это у нас новый британец, и давайте рассмотрим, машина-то интересная. Итак, делаю сразу же краткий вывод по машине и иду ее обозревать, для самых, как говорится, нетерпеливых расскажу. Машина стоит того, чтобы ее купить, но если вы ждете от нее лютого нагиба, то проходите мимо, это не для вас. Итак, переходим к делу. Ну, во-первых, хотелось бы сразу сказать об орудии, оно волшебное. Конечно, у него есть недостатки, но давайте все по порядку. У нас есть разовый урон в 267 единиц, и вы скажете, ну куда это, 8 уровень, 267 единиц, мало-мало, соглашусь, мало, но посмотрите на перезарядку. Это не сильный досылатель, не прокачан экипаж, нету специального на него, то есть 3,5 секунды у вас перезарядка будет, а это быстро. При этом, точность, 0,25. 0,25, точность, это самый точный танк нашей игры. Сведение 1,4, то есть он стреляет фактически сходу в яблочко, и, в общем-то, с 200 метров комару яйца сносит. Так что это одно из самых приятных орудий, на которых мне приходилось играть. При этом мы обладаем офигенным пробитием, больше 200 миллиметров ББшкой. 214, если быть точным. Далее, переходя. Орудие неплохое, но как бы с изъяном в виде маленького количества разового урона, но в целом неплохо оно его наносит, если брать урон в минуту. Переходя к бронированию, что можно о нем сказать? Броня башни неплохая. Иногда не пробивают десятки. Вот меня, допустим, в этом бою не пробивал Объект 140 голдой в лоб. Но, опять-таки, вы должны понимать, что это только за счет нашей маски, которые в игре не пробиваются. А в остальные части, то бишь в крышу и в борта, если попадут, пробить могут. Но они довольно небольшие, поэтому танковать от башни одно удовольствие. Что еще идет в плюс? В зачетку этому танку это углы склонения орудия. Они великолепны, поэтому танковать от башни одно удовольствие. Вы на самом деле можете вытанковывать снаряды десяток, ну если и не всегда, то зачастую. Конечно, злоупотреблять не стоит. Переходя к броне корпуса, можно сказать, что она и здесь у нас есть неожиданно. Лобовая броня очень неплохая, потому что верхняя лобовая деталь занимает практически все наше пространство. И она очень хорошо бронирована, ее не пробивают. Конечно же, нижний бронелист могут пробить, но он маленький, его можно спрятать. И, в общем-то, в целом танк в лоб пробивается довольно тяжело. Однако, следует помнить, что это только для восьмерок. Десяткам нас пробить довольно просто, поэтому не следует сломя голову лететь вперед. Вот, допустим, у меня была такая ситуация, когда меня FV214, конь, просто с двух выстрелов убил. То есть, не важно, как я к нему стоял, тут уже, собственно, не волнует никого. Борта, разумеется, картон, корма картон, можете даже не пытаться ими что-то там оттанковать. Хотя, бывали какие-то чудные рикошеты. Но это совершенно другая история. По подвижности. Что я могу сказать? Машина набирает свои законные 30 км в час, машина едет в горку более-менее адекватно. Ну и, в общем-то, я доволен подвижностью. Конечно, нельзя сказать, что это какой-то там средний танк, но для тяжелого танка у него динамика неплохая. Да и маневренность в целом тоже. Итак, что же мы получили в итоге? Получили в итоге мы довольно подвижный тяжелый танк с неплохой лобовой броней, который реально может оттанковать даже десяток башней. И при этом уникальным орудием, которое способно наносить много урона, но его нужно реализовать. Мы имеем хорошее пробитие, просто нереальную точность, лучшую, хорошую скорострельность, но при этом маленький разовый урон. Перестреливаться с танками на таком, так скажем, на качелях в городе, допустим, разменяться выстрелами для нас будет невыгодно. Нам выгодно посадить противника на каточек, уехать так, чтобы он нас не мог бить, и мы ему будем накидывать и накидывать и накидывать, потихоньку, как говорится, съедим. То есть, наша тактика ни в коем случае не подставляться под разовые удары. Нам нужно действовать так, чтобы мы могли стрелять много и часто, а противник в это время по ДПМу от нас просто умрет. Разумеется, рекомендуется ездить с союзниками, чтобы они от вас урон, так скажем, оттягивали, а вы в это время можете очень и очень эффективно настреливать, причем, ну, очень-очень часто, так как противник вам мешаться не будет. Ну, вот, в общем-то, и вот все краткие итоги по данному танку, да и, наверное, полные тоже. Если вы хотите купить эту машину, рассматривали ее, то берите. Нагиба вы на ней, конечно, дикого не получите, но удовольствие определенное — да. Особенно, когда увидите лица тех танков 10-го уровня, которые вдруг вас не могут пробить, ну, никак. Бывали ситуации 2-7-7, и кони не пробивают. Но, опять-таки, зависит от вашего скилла и танкования. Ну и, конечно же, удачи! Всем пока! С вами был Крюга ТВ. С вами был Крюга ТВ.